Первый чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов прошёл в лёгкой атлетической манеже. В соревнованиях приняли участие 11 команд со всех уголков страны. Подробности в заключительном репортаже выпуска. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена старше 35 лет. Участники пробовали свои силы в беге, прыжках, толкании ядра и смешанных эстафетах. Сергей Поликарпов работает преподавателем физической культуры в колледже. Он мастер спорта международного класса, обладатель множества международных наград и рекордов. В советское время проводился чемпионат РК совместно с основным чемпионатом, а сегодня мы выступаем как отдельные. И мне приятно, что мы сами смогли организовать для себя праздник, а Караганда этот праздник нам только украсила, скажем так. Потому что очень хорошее судейство, манеж красивый, я долгие годы в нем не бегал. В этом манеже все молодые годы здесь выступал. Вот впервые стартовал. Вчера выиграл 1500 метров, сегодня 800. И вот через минут 10 буквально 3000 метров. По результатам соревнований определятся участники будущих чемпионатов мира и Азии. По словам организаторов, они очень рады, что удалось организовать турнир такого уровня. Надеюсь, что сейчас мы ветеранское движение, которое существует в Казахстане и в дальнейшем будет в Карагандинской области, мы зафиксируем его именно юридически. И тогда, в принципе, может быть легче будет в материальном плане. На данный момент руководство очень хорошо пошло на встречу. Повторюсь, как руководство области, руководство манежа предоставили манеж. Судьи, конечно, все наши, карагандинские, все сертифицированы. И соревнования прошли очень-очень на высоком уровне, потому что я, ну так, не хвастаясь, принимал участие в судействе чемпионата мира, исламских игр в Москве, в Азербайджане, европейских соревнований, международных соревнований в Алмате. Я вижу, как проводятся и проходят эти соревнования. И если брать пятибальную систему, то это на пятерку, на высший уровень. По итогам соревнований первую строчку по количеству золотых медалей заняла Павлодарская область. Карагандинцы на втором месте. Команда Нурсултана на третьем.